МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Обменялись успешной практикой и поделились творческими идеями. В недавно отреставрированном доме купца Маштакова состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с победителями конкурса президентского фонда культурных инициатив. Назвали имена лучших. В Самаре состоялось вручение премии губернатора представителям СМИ. Награду получил телеканал СамарГиз. Конференции, лекции, семинары и очень много интересных книг. Издатели со всей России, а также самарские библиотеки представили свои экспозиции на книжной ярмарке. Обменялись успешной практикой и поделились творческими идеями. В недавно отреставрированном доме купца Маштакова состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с победителями конкурса президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии также приняла участие глава города Елена Лапушкина. Для многих этот конкурс стал стартом для воплощения творческих идей. Как успешные проекты реализуются на практике при помощи президентских грантов, выяснила Ольга Павлова. Услышать в наушниках голос знаменитого Левитана и проследовать за роялем по историческому центру города. Еще год назад эта идея была лишь на бумаге, но свое успешное воплощение приобрела в тот момент, когда театр «Пластилиновый дождь» выиграл президентский грант Фонда культурных инициатив. Экскурсии по городу, а точнее многоформатный спектакль, который придумали артисты, театр проходил в Самаре с июля по октябрь 2022 года. Театр был наполнен идеями, рассказывает Анастасия Захарова, но не хватало той самой изюминки, которая отличала бы столицу региона от других российских городов. Но мы же театр уличный, у нас есть артисты, и нам этого было мало. Поэтому, конечно, мы все вот это, то, что уже имеется, то есть наушники, какая-то музыка, какой-то текст, дополнили актерской игрой, и наши режиссеры Игорь Шадрин, хореограф Вера Шадрина, они все это поставили на ноги. Зрителям раздавали наушники, и они, следуя за актерами, от Струковского сада через улицы Красноармейской, Фрунзе и Куйбышева возвращались к Струковскому, погружаясь в историю жизни главного героя спектакля «Старого пианино», ставшего свидетелем нескольких эпох. В пути артисты и зрители помогали герою собрать главную мелодию его жизни. Этот формат для пластилинового дождя стал совершенно новым. На стыке экскурсий и театра участники проекта создали уличный спектакль «Променад». Своими руками собрали уникальный реквизит и сшили костюмы. Для меня, как коренного жителя Самары, как вы понимаете, тоже это очень важно и ценно. И, конечно, когда ты сам любишь город, родную землю, ты хочешь, чтобы в нее влюбляли все, кто приезжает сюда. Конечно, вот этот опыт уличного спектакля, совмещенный еще с экскурсией, очень интересен. Не менее интересный проект был представлен продюсером арт-кластера «Дом-77» Полиной Дрожжиной. Ее команда также стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому в Самарском районе на улице Ленинградской, 77 появилось еще одно культурное пространство для талантливой молодежи. В «Доме-77» есть закрытые мастерские, есть популярный самарский бар, но нет какого-то общественного места, которое бы говорило про дополнительное образование современное, про какие-то практики в области культуры и искусства. Поэтому появилась идея с нулевой комнатой. Проект «Нулевая комната» поставил перед собой множество задач. Команда начала организовывать выставки современного и экспериментального искусства. Концерты молодых исполнителей и театральные постановки. Еще здесь работает микробиблиотека, где можно почитать, в том числе, малотиражное издание локальных авторов. Ребята, я им искренне благодарен, что взяли это и сделали, это придумали, объединили людей творческих, людей с душой, с мозгами, с руками. И получился замечательный проект. Конечно, мы сейчас готовы поддерживать и помогать как-то этому проекту развиваться. На встрече с главой региона Дмитрием Азаровым участники конкурса президентского фонда культурных инициатив обсудили секреты успешных проектов. От момента зарождения идеи до грамотной подачи заявки. Музыкант и композитор Сергей Войтенко поделился опытом проведения Всероссийского фестиваля «Душа баяна», родившегося на Самарской земле. О школе юного журналиста «Твердый знак» рассказала Вероника Панина из села Приволжье. Алла Волкова представила проект на базе Дома культуры в Новокуйбышевске. Фестиваль народного творчества и ремесел «Волжские самоцветы». Всех сердечно благодарю за вашу инициативу, энергию, небезразличие, за ваш талант, за ваш творческий порыв, который, конечно, поверьте, и вдохновляет, и подталкивает и меня, и моих коллег, и муниципальных органов власти для важных и добрых дел. Летом в Самарской области планируют провести встречу победителей конкурса Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов, а также представителей всех муниципальных образований губернии для обмена опытом реализации проектов, получивших грантовую поддержку. Ольга Павлов, Николай Епифанов, События. В Самаре на площади Славы почтили память ушедших защитников. 40 дней прошло со дня трагедии в Макеевке. Напомню, в ночь на 1 января по месту дислокации российских военнослужащих был нанесен удар из системы залпового огня. В результате атаки здание, куда поселили солдат, было разрушено. Среди погибших оказались иммобилизованные из Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров, представители общественных организаций и журналистского сообщества возложили цветы к монументу скорбящей матери. В Самаре отправили очередной гуманитарный конвой в зону СВО. На этот раз посылки собирали сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области. В подготовке грузы участвовали и осужденные. Подробности у Светланы Тимофеевой. Перед тем, как начать погрузку, гуманитарный груз окропили святой водой. Эти посылки собирали сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области и осужденные. За колючей проволокой связали носки, расписали иконы, изготовили печки-буржуйки. Мы сегодня организовали кружковую работу непосредственно на добровольных началах в учреждениях. Мы, начиная от вязания шарфов, носков и так далее и тому подобное, эта работа проводится. Мы очень тесно взаимодействуем с бизнес-сообществом, которое непосредственно сегодня на нашей территории осуществляют определенные работы для того, чтобы ту продукцию, которая производит именно на добровольских началах, она тоже так же передается нашим солдатам, нашим военным на тех территориях, где они находятся. Спасибо вам за все. Среди посылок с продуктами и предметами личной гигиены лежат детские рисунки с надписями и письма. Некоторые дети сотрудников СИМ решили отправить в зону СВО свои любимые игрушки. Такие подарки те, кто находится за ленточкой, ждут с особым чувством. С большой благодарностью и большой радостью. Всегда ждут новые посылки, новые изделия технические, с радостью принимают. У нас уже сложилась добрая традиция, когда мы приезжаем к ребятам, они передают нам письма. Письма для школьников, письма для бабушек. И вот у нас такая переписка происходит. Почти каждая посылка имеет своего адресата. Общественники, волонтеры стараются выполнить все просьбы людей. Этот гуманитарный конвой 11-й. В рамках акции своих не бросаем. И он один из самых значимых. Это конвой, который организовали сотрудники силовых структур. Это люди, которые априори находятся на страже интересов Российской Федерации и нас с вами, ее граждан. Это люди в погонах, у которых на сердце есть понимание долга, чести и совести. И они смогли силами своего личного состава собрать вот этот серьезный взнос, который мы сегодня отправляем в зону специальной военной операции и на территории нашего Донбасса. Самарская область на сегодняшний день входит в пятерку лидеров по оказанию гуманитарной помощи. Следующий конвой отправится из региона 21 февраля. Он будет называться Палата добра. Светлана Тимофеева, Максим Гуся. События. Прием заявлений на обучение в первые классы школ стартует 31 марта 2023 года и продлится до 30 июня. Вторая волна зачисления начнется 6 июля и завершится 5 сентября. О сроках приемной кампании сообщили в Департаменте образования администрации Самары. Заявления будут приниматься через единый портал госуслуг. С 15 марта у родителей или законных представителей будущих первоклассников появится возможность заполнить заявление на сайте заранее и сохранить его в черновиках личного кабинета. 31 марта принимаются заявления от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории, лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов и общеобразовательных школ. Запись начнется в 9 утра. Второй этап приема заявлений пройдет 6 июля. Будут приниматься заявления от родителей детей, независимо от места регистрации ребенка на свободные места. А теперь коротко о других темах дня. Зельфира Трегулова ушла с поста генерального директора Третьяковской галереи, сообщили в Министерстве культуры. На эту должность назначена возглавлявшая политехнический музей Елена Проничева. В Минкульте заявили, что контракт Трегуловой закончился. Депутаты обратились к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность возвращения в школьную программу черчения. Сообщается, что критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения, а это требует обучения большого количества квалифицированных технических специалистов в данной области. Представители Комитета по просвещению утверждают, что отсутствие черчения в школьной программе приводит к значительному снижению уровня пространственного, технического и творческого мышления учеников. Самарская область вошла в первую десятку регионов по поддержке малых и средних компаний при выходе на внешние рынки. Региональный центр поддержки экспорта помогает и предпринимателям, которые только планируют выход на рынки дружественных стран, и уже опытным экспортерам. Центр предоставляет широкий спектр услуг – от подбора наиболее подходящей страны до поиска зарубежного партнера и организации участия в бизнес-миссиях и международных выставках. Общий объем поддержанного экспорта Самарского региона по итогам прошлого года превысил 2,8 млрд рублей. Заметно выросло число предпринимателей, использующих услуги центра. В Самарской области сотрудники госавтоинспекции спасли семью на трассе. В Исоклинском районе в сильные морозы сломалась машина, в которой семья с детьми ехала из Челябинска в Крым. Заглох мотор, починить его не удалось. Экипаж ГИБДД выехал на место, сотрудники вызвали эвакуатор, который доставил легковушку до ближайшей станции технического обслуживания. 50 тысяч жителей региона подали заявки, в том числе онлайн, на оформление карты жителей Самарской области. С начала 2023 года подали почти 10 тысяч заявок. Пластик можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать бонусы. Сегодня у проекта «Карта жителей Самарской области» около 200 партнеров. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия. Чтобы оформить карту онлайн, необходимо авторизоваться на портале через госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы. Весь цвет региональной прессы в одном зале. Вместо интервью и репортажей – призы и подарки. Лучших журналистов наградили премии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона отметил труд сотрудников телеканала «Самары ГИС». Кто удостоился звания победителей и в каких номинациях узнала наша съемочная группа. Здесь собрались лучшие региональные журналисты. Повод для встречи солидный. Ежегодная церемония награждения лауреатов журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и вручение премии «Золотое пирогуберния». Представители СМИ получили награды в рамках целого ряда номинаций. В первую очередь хочу вас всех поблагодарить за вашу ответственность, за профессионализм, за ваше небезразличное отношение ко всему происходящему в нашей стране, в нашем регионе, к судьбам людей. В числе победителей – эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС. Обернитесь». Награду по направлению «Специальная военная операция своих не бросаем» в номинации «Лучшая работа на телевидении» завоевали ведущая и автор программы Инесса Панченко, оператор Николай Пифанов и режиссер монтажа Наталья Самойлова. Программа «Обернитесь» – это большой подарок всей нашей съемочной группе, потому что каждый из наших героев дает нам такую частичку себя, такое доверие, которое сравнить невозможно ни с чем. И все это как раз делает нас сильнее, богаче. «Обернитесь» – это уникальный проект, который рассказывает о том, как люди видят свет в конце тоннеля, когда, казалось бы, уже совсем беда. Это история людей, лишившихся в жизни всего, но научившихся жить с чистого листа. Программа выходит каждый второй вторник в 18.45 на телеканале «Самара ГИС». Я хочу сказать, что я с удовольствием всегда смотрю программы «Телеканал ГИС», потому что на вашем канале не только новостные там программы, но еще программы, которые носят социальный характер. Это очень важно. Просто замечательные программы. И я думаю, что горожане вас любят, с удовольствием смотрят. И сегодня не случайно журналисты телеканала получили высокую оценку своего труда. Творческая группа телеканала также удостоилась специального приза за высокий профессионализм, большой вклад в освещение проекта «Информационный фронт» в рамках всероссийского мероприятия «Парад памяти-2022», а также успешную реализацию проектов по теме «Специальная военная операция». Коллеги, спасибо большое правительству Самарской области и Союзу журналистов. И отдельно я хочу поблагодарить сотрудников телеканала «Самара ГИС», особенно интернет-отдел и журналистов-телевизионщиков, которые, несмотря ни на что, работают в режиме 24 на 7, совершенно адекватно и спокойно реагируют на ночные звонки, мои в том числе. Ребят, спасибо вам большое. Дмитрий Игоревич, для нас это очень важно. Спасибо за высокую оценку. Мне тоже очень важно, когда спокойно реагируют, профессионально мои ночные звонки. Сегодня «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в регионе. Мы одними из первых рассказываем жителям о том, что происходит в областной столице. Ежедневно в эфире первого городского телеканала «Все главные новости Самары». Актуальные события и судьбоносные решения. Эксклюзивные интервью и комментарии экспертов. Прямые включения и трансляции самых ярких моментов из жизни большого города. «Самара ГИС» в конце прошлого года отметил свое 15-летие. Мы успешно интегрировались в интернет. Онлайн-трансляция эфира доступна не только на нашем сайте, но и в любой точке мира через мобильное приложение. Наше оборудование позволяет делать прямые включения с места событий, где бы ни находилась наша съемочная группа. За новостями в наших соцсетях следят почти 80 тысяч подписчиков, что почти на 11 тысяч больше, чем годом ранее. Наши посты ежемесячно охватывают более 860 тысяч пользователей. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. По итогам января 2023 года паблик «Самары ГИС» во ВКонтакте занял четвертое место в топ-20 региональных телеканалов из городов-миллионников по степени вовлеченности подписчиков. Рейтинг составили аналитики «Нью Медиа» на основе данных «Джаго Джем», компании, которые создают сервисы для работы со статистикой и метриками. Первоначальная выборка проводилась среди 75 телеканалов, сообщества которых имеют более тысяч подписчиков. Ранее «Нью Медиа» сформировал топ-20 региональных телеканалов по вовлеченности подписчиков в Телеграм в 2022 году. В этом рейтинге «Самары ГИС» занял пятую строчку. Также «Самары ГИС» активно развивает свое присутствие на видеохостингах, в том числе и на Ру Тьюб. Наши ролики собрали более 30 миллионов просмотров. «Самары ГИС» планомерно улучшает позиции и в топ-20 самых цитируемых СМИ региона по версии компании «Медиалогия». По итогам третьего квартала 2022 года мы поднялись на четыре позиции, заняв десятую строчку рейтинга. Это говорит о том, что наш контент интересен не только читателям, но и коллегам из других изданий, так как они регулярно используют его для подготовки материалов на своих платформах. Сами рейтинги «Медиалогия» уже много лет являются одним из главных показателей качества работы изданий, на которых ориентируются не только ведущие федеральные и региональные СМИ, но и сотрудники пиар-служб крупнейших компаний страны. Михаил Гермоленко, Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре продолжается декларационная кампания по налогам на доходы физических лиц. У ФНС России по Самарской области сообщает, что подать документ граждане могут любым удобным способом. Подробности расскажет Елена Чернявская. Гражданам, которые получили доход в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая подать в налоговый орган или в МФЦ декларацию о доходах по форме 3НДФЛ. В дальнейшем нужно будет уплатить налог на доходы физических лиц. Однако декларировать полученный доход нужно не всем. Декларированию подлежат доходы, полученные от реализации имущества, которое находило в собственности менее минимального срока владения. Доходы от аренды, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от источников за рубежом, иные доходы, например, доходы от выигрышей, если у кого-то такие были, доходы от операции с ценными бумагами, либо доходы от реализации имущества, полученного в порядке наследования и дарения, не от близких родственников. Крайний срок уплаты НДФЛ в этом году – 17 июля. Евгений Кошкин с подачи документа решил не затягивать. После продажи автомобиля, а он во владении у молодого человека был меньше трех лет, обратился в ближайший налоговый орган. Возникли вопросы по заполнению декларации. Тут помогли сотрудники доброжелательные. Распечатали, все сделали. Как бы денег не взяли за это. Декларацию нужно подавать, потому что потом штрафные санкции будут в размере тысячи рублей. Специалисты говорят, что быстрее и удобнее подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. При заполнении декларации важно выбрать вид дохода и указать полученную сумму. Все остальные данные в автоматическом режиме программа рассчитает самостоятельно. Вопросы по заполнению декларации можно задать на телефон горячей линии 8 800 72, либо обратившись через сайт ФНС с обращением. Также предоставить налоговую декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, арбитражный управляющий, главы фермерских хозяйств. Елена Чернявская, Григорий Плешаков, События. События, призванные объединить истинных любителей чтения. В областной столице открылась Самарская книжная ярмарка. В ней приняли участие книгоиздатели России, представители библиотек, авторы и читатели. Какая программа ожидает гостей ярмарки, узнала Александра Гусева. Они хранят в себе ценные знания, веками передают их от поколения к поколению. В областной столице открылась Самарская книжная ярмарка. Ее задача – популяризовать чтение и культуру посещения библиотек. Хочется сказать, что наша страна всегда была самой читающей страной в мире. Мы себя позиционируем как читающая столица России. И мне кажется, сегодняшнее событие, которое мы открываем, это замечательная книжная ярмарка, тому свидетельство. В ярмарке принимают участие книгоиздатели со всей России, авторы, читатели, сотрудники библиотек. Областная детская библиотека в рамках ярмарки познакомит гостей с детской развивающей литературой и коллекционными изданиями. Проведет несколько игр от ведущих российских издательств. Областная библиотека для молодежи представит несколько необычных мастер-классов и лекций. Очень обширную программу мы предлагаем для молодежи, для нашей, для жителей Самары, Самарской области. И то, что касается такой деловой программы, тоже принимаем в неактивное участие. Вот прямо сейчас проходит перформанс. Это писатель и художник. Мы рассказываем о Львине Николаевичу Толстому. Толстой, конечно, был значимым для российской действительности. И почему происходили все вот эти, ну, люди, кажется. Областная научная библиотека покажет интерактивную постановку пространства Самарского времени, где посетители познакомятся с историей книгопечатания в нашем крае. С момента зарождения первых типографий и до современных течений в издательской деятельности. Кроме того, гости смогут познакомиться с раритетными книгами из коллекции, изданной в Куйбышеве, представленными на стенде. Здесь у нас выставка, на которой представлена вся история книг и издания нашего края. Начиная с 19 века и заканчивая непосредственно сегодняшним моментом. Здесь вы можете увидеть достаточно раритетные книги, старинные, 19 века и газеты примерно того же периода. Многие ошибочно могут полагать, что от книг с ветхим переплетом и протертыми страницами нет никакого толку. Но даже очень старой книге можно подарить вторую жизнь, утверждает руководитель проекта «Эко-книга». Все книги, которые мы покупаем в Самаре, да, у нас шесть приемных пунктов в Самаре, мы привозим на базу, сортируются. Потом и самые лучшие книги, экземпляры, сейчас их у нас около двух миллионов, они уже выставляются на продажу. Самая основная задача – это значит больше привлечь читателей, потому что у нас доступные цены. Самара – многонациональный регион. На ярмарке можно встретить стенды, посвященные культуре разных народов, проживающих на территории Поволжья. Здесь можно узнать о традиционных костюмах и предметах быта. Но самое главное – гости могут поближе рассмотреть книги, изданные на национальном языке. Нашими основными уставными целями, я имею в виду татарских общественных организаций, является работа по сохранению родного языка, национальной культуры. С самого начала работы татарских общественных организаций мы начали издавать газеты. А в последние годы в нашей работе появилось новое направление – это издание книг. Участие в ярмарках – это возможность рассказать подрастающему поколению о традициях и культуре разных народов. Наш отдел культуры народа, Тарбут-Лам, покажет, как евреи читают, как евреи живут, какие у нас обычаи, как мы воспитываем детей. Это очень важный вопрос. Ну и, конечно, мы еще завтра, послезавтра выставка проходит. Мы будем рассказывать о правильном питании, о здоровье, о кошерном питании. В рамках Самарской книжной выставки будут проведены межрегиональные конференции и семинары для педагогов, студентов и школьников. Спектакли, концерты, лекции от музеев и библиотек, творческие мастер-классы и многое другое. Посетить Самарскую книжную ярмарку можно до 12 февраля. Александра Гусева, Игорь Казановский. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация Самарского района разъясняет, подать заявление на единое пособие, если родители самозанятые. Да, можно. Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты. Самозанятые граждане могут оформить единое пособие в общем порядке. Пособие назначается в том случае, если средний душевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума. Имущество соответствует установленным критериям назначения пособия. У родителей есть официально подтвержденный заработок от предпринимательской деятельности или самозанятости или объективные причины для его отсутствия. Отдельных справок, подтверждающих доход от самозанятости, приносить не требуется. Телеграм-канал администрации Вести с Дворянской сообщает, что 9 февраля 1915 года в Самару прибыли первые 9 вагонов. Заказ на 60 вагонов был размещен на Коломенском заводе еще в 1913 году с началом строительства в Самаре путей для нового электрического городского транспорта. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok